Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Берите камеру, это незаконно. Других людей будешь обманывать, и тебе ничего не будет? Я научился решать проблемы сам. Все, подымай наверх. Не надо, мужики, зачем? Вначале свои, потом чужие. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Не бойся, я с тобой. Сейчас разберемся. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого киняк мне это бизнес. Бабки на стол, считай здесь, чтоб я видел. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Хочу такого же дядя, как вы. Есть проблемы, будем решать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в программе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы нах... человека сбросили! Ну вы людей обманываете. Я начала мне угрожать. И сколько она попросила? 40 тысяч, сказала, перечислить. Как не жить? У меня все было надежда на это. Мы готовы уже, в принципе, к воспитательной беседе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы обмануть человека во время сделки купли-продажи, у мошенников есть множество способов. Отвлечь внимание, пустить пыль в глаза, разыграть театральную постановку. У всех этих действий результат один. Люди теряют деньги. Ко мне обратилась Ирина. Недавно при трагических обстоятельствах она потеряла мужа. И чтобы как-то содержать семью, ей нужно было кое-что продать на сайте бесплатных объявлений. Так вот, два афериста, представившись покупателями, оставили ее и без денег, и без товара. И теперь Ирина не знает, на что ей жить вместе со своим малолетним сыном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, такие случаи в моей практике уже были. Но здесь есть нюансы. Нужны подробности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина Добрейшева. Здравствуйте, Влад. Здравствуй. Где можем поговорить? Да. Пойдемте в комнату. Проходите. Здесь можем, да? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. Ой, Влад, я просто вообще, я в такой истерике. Просто не знаю, как мне теперь жить. Ирина, давай, ты успокоишься. Мне еще сына кормить надо. Как мне жить? У меня вся была надежда на это. Ирина, успокойся. Давай с тобой потихоньку разберемся. Угу. Ну, рассказывай, что? Ой, да вы знаете, тут такая история вообще. Муж мой, Коля, газонокосилками занимался. А я пока безработная. Ну, я думаю, давай-ка я хоть газонокосилки-то продам. А я-то в бизнесе ничего не понимаю. Угу. Ну, и подала объявление. И на следующий день буквально мне позвонил какой-то Денис Придонов. Ну, мы с ним назначили встречу, он приехал, посмотрел мой товар, очень внимательно смотрел, даже фотки сделал. Ну, и предложил мне цену даже больше, чем я выставила. Это что это за фестиваль такой невиданной щедрости? Да, ну, он, во-первых, попросил меня, чтобы я сама доставкой занялась. А во-вторых, у него компаньон или напарник выиграл какой-то там тендер. И они, то есть, ему были срочно нужны. Ну, и не хотел, чтобы товар быстро, да, разошелся мой. И мы с ним тут же заключили договор на сумму 900 тысяч рублей. Так. Ну, он мне сказал, что деньги отдаст мне наличкой, прям, когда я привезу весь товар на склады, адрес мне дал. Ну, и какие твои действия были? Ну, я посмотрела объявление, заказала грузовичок с водителем. И мы поехали на склады, едем, все хорошо, и тут мне звонит Денис. Говорит, Ирина, у меня срочные дела, мне нужно быть в магазине, но вы не расстраивайтесь, там вас встретит мой компаньон Александр. Все выгрузит и расплатится со мной там. Ну, ладно, мне какая разница, Денис меня там встретит или Александр. Ну, мы приехали. Да, на самом деле там был Александр с двумя грузчиками. Все, стали выгружать товар. И из двадцати пятнадцать коробок выгрузили. И ко мне подходит Александр и говорит, не вмещается пять коробок. Так. Я что такая, ну, что делать? Он стал звонить Денису, они там что-то спорили, ругались. И тут Александр мне протягивает трубку, я стала разговаривать с Денисом. Ну, Денис меня стал успокаивать, говорит, не переживайте, мы сейчас все это вопросы уладим. Привозите ко мне их в магазин и там я с вами как раз и рассчитаюсь. Ну, ладно. И самое интересное, что подошел Александр к моему водитель, договорился и дал сверху пять тысяч рублей. Ну, и я подумала, такие ребята солидные. Все везде договорились, все везде решили. Доверие-то вызвали они у меня. Угу. Так. Ну, я и поехала. Подъезжаем по указанному адресу. А там жилой дом, никакого магазина и нет. Так. Я стала звонить Денису. А все, у него телефон отключен. Я несколько раз его набрала, а толку-то? Ну, мы скорее, конечно же, поехали снова на склады. Приезжаем. А там у Александра след простыл. Я подхожу к грузчикам, говорю, ребят, чего, где Александр? Он говорит, да мы вообще впервые его видим. Он нас нанял-то всего лишь на два часа. И как только вы уехали, он подогнал свою машину, сказал нам загружать все газонокосилки к нему в машину, и уехал, его след постыл. То есть эти грузчики лично не знакомы были с Александром? Они нет, они его не знают, они просто приходят сюда на шабашку. И тут я поняла, как меня обманули. Я вообще не знаю, что теперь делать. Ирина, успокойся, я постараюсь тебе помочь. Ты говорила, что вроде как заключала какой-то документ. Можно на него взглянуть? Да, да, конечно. Да, вот Влад, помогите мне, пожалуйста. Вот прям очень прошу. Так, реквизиты индивидуальной предпринимателем. Ты позволишь, я фотографию сделаю? Да, да, конечно. Сейчас отправлю специалиста, чтобы он мне помог. А когда это все произошло? 15-го числа. А во сколько? А с часу до двух. Угу. То есть ты поехала на склад. Адресочек склада помнишь? Да, да. 11, строение 2. Угу. Склад номер 5. Там еще охранник у них сидит на воротах. Угу. А ты можешь мне описать этих ребят? Ну, хотя бы вот в общих чертах. Да, в общем-то, обычные парни. Денис такой темненький. Стрижечка у него такая, удлиненные волосы. Кары, что ли? Ну, что-то наподобие кары, да. Ага. Александр, блондинистый. Ну, обычная короткая мужская стрижка. Угу. Вот. Поэтому коренастенькие, ничего в них такого особого нет. А, вот я еще что вспомнила. Мы когда на складе были, Александру какая-то женщина звонила. А, Надя. Надя зовут. Он еще так с ней очень вежливо разговаривал. Не знаю, жена или любовница. Угу. Или тющая. Да мало ли какая Надя. Ладно, давай сделаем вот как. Ты не будешь отчаиваться, не будешь падать духом. Я за твою проблему берусь. Хорошо? Ты доберешься терпения? Да, Влад, я очень прям вообще вас прошу. Помогите, пожалуйста. Все, не падай духом. Провожай нас. Хорошо, спасибо. Пока не за что. Ко мне обратилась Ирина. Два афериста, представившись покупателями, оставили ее и без денег, и без товара. Мне позвонил какой-то Денис Придонов. Мы с ним тоже заключили договор на сумму 900 тысяч рублей. И мы поехали на склады. Там вас встретит мой компаньон Александр. Из двадцати пятнадцать коробок выгрузили. И ко мне подходит Александр и говорит, не вмещается пять коробок. Ну, Денис меня стал успокаивать. Говорит, не переживайте. Привозите ко мне их в магазин. И там я с вами как раз и расуществаюсь. Подъезжаем по указанному адресу. А там жилой дом. Так, на самом деле радоваться пока нечему. Феликс прислал СМС-ку. ИП открыто, действующее. Но, к сожалению, здесь нулевые балансы и задолженность по налогам. Это говорит о том, что, скорее всего, это дроп. Тупиковый путь. Все ответы будут на складе. Едем туда. Жертва уехала со склада. И у нее сложилось ощущение, что она все еще контролирует сделку. Ведь часть товара у нее была в машине. И она ехала вроде как за деньгами. На самом деле, у мошенников в планах не было собрать весь товар. Они хотели откусить большую его часть. Но сделать это максимально не оставляя следов. Ключевая точка в этой мошеннической схеме – это склад. Именно на складе произошел разрыв процесса сделки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, давайте-ка пойдем без большой индустрии. Пообщаемся с охранником. Ну, вариантов того, что охранник в теме как-то прикрывает мошенников, но я не исключаю. Так что я возьму барсик, Паша, с телефона меня под страхой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. Пропуск? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА это, короче, бабок хочет. Может, выручишь, а? О, как! Да я со своей неделю назад разводился. Такая же шняга была, только в профиле. Как ты говоришь, какой товар? Ну, товар, как товар, господи. Газун, козилки обычные. 15-го числа, с часу до двух. 15-го, да? Нет, 15-го я не работал. Сменщик сидел. Ну, я сейчас по журналу посмотрю на нас тут. Все записано. 15-го, да? А вот был. Был 15-го числа. Значит, репортер, тентон. Да, как раз с часу до двух. А номерочек-то? Номерочек? Пиши. Харитон, 213. Раиса Харитон, 111-й регион. 111-й регион? Дружище, нет такого региона у нас на номерах. Ну, ладно. В любом случае, спасибо тебе большое. Счастливо. Да мне за что. И это, ну, твои тени со своей лохотой. Да разберусь, разберусь. Давай, будь здоров. Смотри, какие прошаренные зайца. То есть они заезжали на склад по поддельным номерам. Сторожу все равно. Ему главное, чтобы номера совпадали с пропуском. А вот по дороге общего пользования на поддельных номерах далеко не уедешь. До первой камеры ЦОДД. А дальше будет маячок у любого гаишника. Машину остановят. А там товар. Да еще и в промышленных масштабах и без документов. Все, приехали. Тут вариант только один. До выезда на дорогу общего пользования где-то здесь, в промзоне, они поменяли номера. Надо покататься, найти такое укромное местечко. А таких местечек здесь полно. Ну ладно, в любом случае других вариантов нет. Поищем. Проедемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мест, где на промзоне можно безболезненно сменить номера, не привлекая внимания, мы обнаружили всего шесть. Пять мы уже обшарили. Либо нет информации, либо нет камер. Короче, порожняк. Это шестое, последнее место. И вот он, выезд на трассу. Если не найдем здесь, считай, что потеряли. Ладно, пойдем поинтересуемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. А вы что снимаете? А программу снимаем мы. Вы же Влад Чижов, да? Я вас узнала, господи. Точно. Господи. А вас как нам занесло? Ну, вот как-то занесло. Раз ты меня знаешь, многие вещи объяснять не придется. Как тебя зовут? Катя. Катя, в ваших местах я потерял машинку одну. Скажи мне, пожалуйста, у тебя на магазине камера есть, которая вот на дорогу и на стояночку? Да. А можно глянуть за 15 число с часу до 14.30? Хорошо. А что мы конкретно ищем? Грузовичок такой, маленький, портер. Так, сейчас я ускорее намотну. О, это не ваш грузовичок, случайно? А давай глянем. Давайте. Наш грузовичок. Ага. Заезжает с номерами 111 регион, а там выезда нет. Он уехать в другую сторону не может, да? Нет выезда. Так, сейчас, сейчас. Отлично. А выезжает уже на номерах с московским регионом. Кать, можно я фотографию сделаю? Конечно. Номера отлично читается. Тебе не сложно кусочек этого видео отправить мне на электронный адрес вот сюда? Конечно, не сложно. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. Сильно выручала. Счастливо. До свидания. Ой, Влад, Влад. А я вашу программу смотрела, видела, что вы там лица всем замазываете. Есть такое. А можно попросить, чтобы моё не замазывали? Просто хочу, чтобы все знакомые меня увидели и мой парень. Пожалуйста. Ну, считай, что увидели и парень твой. Все, счастливо. До свидания. Так, все движения надо начинать со звонка Феликсу. Феликс, дружище, ну что скажешь про номерок-то? Ну смотри, грузовичок этот принадлежит некой Надежде Ивановне пи***. Удалось раздобыть её номер телефона. Я немножко поработал с этим номером и выяснил, что грузовичок сдается в аренду без водителя. Скинь ссылочку на это объявление. Да, уже отправим в общую папку. Все, спасибо, дружище. На связь. Обратите внимание, имя Надежда я слышу второй раз. Первый раз я его услышал от Ирины. Она вроде говорила, что негодяй по телефону разговаривал с некой Надеждой. Миха, Миха, выйди на связь. Да, на связь, Влад. Миш, там в общей папке объявление. Грузовичок, оказывается, сдается в аренду без водителя. Попытайся этот грузовичок арендовать и установить в нём камеру. Ну, мало ли, негодяи ещё раз воспользуются этой машиной. Всякое может быть. Да, всё ясно, Влад. Всё сделаю. А вот теперь поехали. Ко мне обратилась Ирина. Два афериста, представившись покупателями, оставили её и без денег, и без товара. Из 20-15 коробок выгрузили. И ко мне подходит Александр и говорит, не вмещается 5 коробок. Ну, Денис мне стал успокаивать, говорит, не переживайте, привозите ко мне их в магазин. И там я с вами как раз и рассчитаюсь. Сказал нам загружать все газонокосилки к нему в машину и уехал, его след простыл. Портер тентован. И когда? Как раз с часу до двух. А номерочек-то? Терраиса Харитон, 111 регион. 111 регион? Дружище, нет такого региона у нас на номерах. Отлично. А выезжает уже на номерах с московским регионом. Грузовичок, оказывается, сдаётся в аренду без водителя. Попытайся этот грузовичок арендовать. Здравствуйте. Есть кто? Добрый день. Здравствуйте. Я вот созванился с Надеждой по поводу аренды грузовика. Как могу увидеть её? Это я. А вы Михаил? Очень приятно. Да, это я, Михаил. Вот я вам звонил. Так, как... Знаете, вот немножко задерживается человек, который взял в аренду автомобиль у нас. Да, немножечко можешь подождать. Вы извините, пожалуйста, долго ждать? Просто мне ехать надо. Ой, вы знаете, должен вот-вот уже приехать. Сейчас я звонюсь. Хорошо. Узнаю. Давайте. Так, скоро вам будет. О, а только собралась Александра звонить вам уже. Что, звоните? Я уже и так тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот клиент пришёл, ожидает, вот в аренду взять тоже хочет автомобиль. Да, ключики, документы. Спасибо, спасибо. Всё, в лучшем виде, помыл. Да, спасибо, спасибо. Да, если что, кстати, Надежда, смотри, на послезавтра мне машинка понадобится. Угу, хорошо. Ты можешь же, да? Да, пожалуйста, конечно. Да, всё, спасибо. У нас постоянно клей. Конечно. Всё, спасибо большое. Да, пока-пока. Когда Миша прислал видео со встречи с хозяйкой автофургона, я немножко напрягся. Ведь человек, который попал в объектив камеры, чертовски похож на мошенника, которого описала Ирина. И зовут его также Александр. Я сделал скриншот с этого видео и отправил Ирине. И она его опознала. Это тот самый тип, который встречал её на складе. Александр. Именно он сгружал газонокосилки. Я предположил, что мошенники для своих дел арендуют грузовичок в одном и том же месте. Ну, по их мнению, никакого палева нет, ведь они же меняют номера. А вот как раз хозяюшка грузовичка Надежда не в курсе, чем занимаются её арендаторы. При этом она не скрывает своих данных при оформлении договора. А значит, подозревать её не в чем. Пожалуйста, документы. Так, ручка нам нужна. Есть? Ручку, да, да. Сейчас. Пожалуйста. Читайте внимательно. Один экстракляр у вас, остаётся один у нас. Так, хорошо. Всё. Так, ещё что-то мне нужно? Ещё права ваши. Нужно сфотографировать. Сейчас, секундочку. Короче, Миша установил в этом грузовичке камеру наблюдения и маячок. Ну, чтобы узнать обо всех передвижениях. И этот Александр, как и обещал Надежде, взял этот грузовичок сегодня в аренду. И вот какое интересное видео нам удалось записать. Здорово. Чё, Клэн, тяжёлый? Да нет, этот Андрей Лошара обыкновенный. Короче, работать по нашей схеме и всё. Ты сам где будешь? Как там? У кафе выкинешь? Потом заберёшь. Короче, ты всё знаешь. Давай, погнали. Время, время, время. Как вы поняли, паренёк с тёмным коре – это Денис, подельник Александра. Его тоже опознала Ирина. И, судя по разговору, они собираются кинуть какого-то Андрея. Я подключил Славу, попросил его помочь. И сейчас Славик следит за этим Денисом в кафе, где его высадил Александр. А сам Александр поехал на склад, который расположен недалеко. Видимо, на этом складе они и будут работать этого Андрея. Здорово, мужики. А где главное не подскажете? А то с ним что-то договорились, значит, аренды нет его. Слушай, смотри, сейчас вот здесь направо коврнёшься и прямо пройдёшь метров 30, наверное. Там каморка такая небольшая. Ага, хорошо, ну всё, хорошего работа вам. Синяя, если что-то. Да, спасибо. Дима, спасибо, что камеру поставил. Всё видно и слышно хорошо. Так, всё, парни. Больше она не влезет. Смыслей не влезет. Вы же 60 кавабок купили. Всё, парни. Так, сейчас, тиша, тиша, сейчас. Сейчас. Очень хорошо. Попросим. Да? Слышь, Дэн, ты охренел? Ты нафига эта каморку снял, а? Ты сам заказывал 60 коробок. И они нифига не маленькие. Они сюда не влезают. Слушай, да нормально, что ты там ездишь, ему это не понял? Слышь, ты сам приедешь и втисни их сюда. Понял? Так, ну ребят экспериментировать не любят. Работают по сценарию. Я не могу, я не могу. Я не могу. Как говорится. Здравствуйте. Андрей, добрый день. Обратите, я тут не уверен, что пришло. Это наш косяк. Мы не расширяли немножко территорию спорта. Ну а нам-то сейчас что делать? Слава, Слава, звонок состоялся. Этого негодяя можно крутить и везти сюда. Мы готовы уже, в принципе, к воспитательной беседе. Косяк, да? Ага. Спасибо. А что, Марка, берусь дальше. Не садитесь. Боицы. Кофе еще сразу. Хорошо. Не надо ему кофе больше нанесите. Он уже напился. Давай, собирайся, поедем на склад товар оплачивать. Александр тебя там ждет уже. Чего? Какой он Александр? С Андреем. Давай, не задавай глубокий вопрос. Куда? Я плохо слышу. Я сказал... Что происходит? Сейчас вызвал болезни. Все хорошо, не переживайте. А за кофе он заплатит. С процентами. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Больно же. Слышь, ты сейчас будешь шарать, тогда тебе реально будет боль. Кто ты? Что ты хочешь? Зима, Зима, выйди на связь. На связи, Влад. Перехвати, пожалуйста, владельца грузовичка. Возвращай его к складу. Принял. Работаем. Че, пара, давайте. Загружаем. Славик, как там у тебя дела? Влад, буквально две минуты. Подъезжаем. Но мы тоже начинаем. По две, как назывались. Сейчас. Спасибо. Ну что, перехватим. А что такое происходит, уважаемые? Дайте проехать. Я вам что-то плохое что сделал, а? Нет, дружок. Снимайте. Мне плохого ты ничего не сделал. Но вы людей обманываете на большие суммы денег. Каких людей? Вы вообще о чем говорите-то? Ну, 30 секунд. Подержи. Давайте заканчивайте колонаду. Садитесь уезжать отсюда, дайте проехать. Никуда ты не поедешь. В смысле никуда не поедешь? Андрей, Андрей, подходи к нам сюда. Так, я не понял, что происходит? Сейчас я все объясню, Андрей. Вот эти ребята хотели тебя обмануть. На самом деле, ты едешь в магазин, якобы тебе должны там деньги дать. Чего за балаган устроили вообще? Да вот, куда ты пошел? Никто не уйдешь. Они хотят тебя обмануть. Никакого магазина нет. Никакой расплаты денежной нет. В машине в этой номера поддельные, да? Или не бывает так? Офигеть. Давай, давай, Славик, тащи второго. Ща, шляпка привез. Тащи, тащи его, Слава, давай, давай. Ну, что? Да вы что? Вы клоуны. В общем, так, ребята. Вы кинули людей, так что придется вернуть бабки. Пошли вы, ну, я сейчас позвоню. Сейчас вам всем, особо, на тебя лысый. Сейчас он... О! Ну, все правильно, Слав. Уходя, гаси всех. Ребят, они меня что, кинуть хотели? Да они тебя уже кинули. Вот сейчас полтовара бы просто увезли. Спасибо, конечно, но можно я товар заберу и поеду? Правильное решение. Забирай товар и езжай с миром. Э, мужики, отпустите! Так, тихо. А кто из вас главный? Кто главный? О, он главный. Так, по-другому вопрос задам. Бабки у кого? У него бабки, вот у него. Тогда ты мне не нужен, Слава, к нему. Парни! Ну, подожди, Миш, видишь, не до этого у меня. Э, э, что делается? Вы на... Вы на... Человека спросили? Я отдам все бабкину! Отдашь? Куда ты денешься? Девятьсот тысяч гони. Есть такие деньги? Я все отдам. Давай, бегом. Прямо на счет. Перевод подтвердить. Все, ушли. Ну, и молодец. Сейчас следом. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, не надо! Надо! Миш, спасибо огромное. Ты хоть эти, коробки себе поставил? Я тебе пытался сказать, я там их поставил. Ты что, серьезно, что ли? Вот ты шутка. Мешает. Черт, коробки. Это было последнее падение, тогда бы у них. Фух. Да, Ирина, здравствуй. Ты на громкой связи говори. Влад, я глазам не поверила, когда увидела уведомление, что мне на счет пришли деньги. Ирина, 900 тысяч – все, как ты хотела по договору. Вы просто потрясающие. Честно, даже не знаю, как подобрать слова, чтобы отблагодарить вас. Вы нас сына просто спасли. Да на здоровье, Ирина. С тобой поступили несправедливо, поэтому нужно было помочь. Но ты мне главное скажи, ты ошибку свою поняла? Ты выводы сделала? Ой, самой собой разумеется. Я больше в такую историю точно не вляпаюсь. Все, давай, все у вас будет хорошо. И сынуле привет. Еще раз вам спасибо и удачи. А вам совет дам очень простой. Не важно, что вы продаете. Единичную какую-то вещь или целую партию товара. Запомните главное – сделку прерывать ни в коем случае нельзя. Нельзя оставлять товар или деньги, не получая что-то взамен. Если вы свяжетесь с мошенником, он непременно этим воспользуется, и вы останетесь с носом. Вот как-то так. Особо редкий вид вымирающих краснокнижных ящериц. Надо взглянуть. Эти рыбки в красную книгу занесены. Это не аферисты, а даже бандиты какие-то. Мы же за справедливость. Каким пальцем распороливаешь смартфон? Если у вас есть дар убеждения, это очень хорошо. Особенно, если этот дар направлен на какие-то благие цели. Но если же даром убеждения обладает мошенник, все, пиши пропало. Ко мне обратилась Валерия. Она владелица зоомагазина. Так вот, при помощи дара убеждения ее освободили от крупной суммы денег. Сейчас едем к ней. А вот и Лера, видимо, нас ждет. Ну, пойдем с ней поговорим. Лера, здравствуй. Здравствуйте, Влад. Лера, ну рассказывай, что у тебя произошло? Влад, вы знаете, мне этот магазин от отца остался. Я еще пока в нем не разобралась полностью во всем. Тут недавно такая ситуация случилась. Пришла ко мне женщина одна. Стоит возле аквариума с рыбками, рассматривает. Я к ней подхожу, говорю, девушка, вам помочь. Она начала показывать на этих рыбах. Говорит, вы знаете, что эти рыбки в красную книгу занесены и вводятся контрабандой. Да ладно, так. Да. И начала мне угрожать. Говорит, я сейчас в полицию вызову, обращусь в Росприроднадзор. Ну, типа, закроем вас сейчас за нарушение, да? Да, говорит, что не только закроют, еще и посадят меня. Хотя я вообще-то ни при чем. Так. И что было дальше? Я такая в шоке, говорю, да нет, я у заводчика их покупаю. Она мне на телефоне, она показывает какую-то статью про красную книгу. И там прямо написано, что эти рыбки из красной книги. Так. Я испугалась, начала говорить, что я могу сделать в этой ситуации. Она сказала, что рыбок нужно сдать в Росприроднадзор и перечислить деньги в фонду дикой природы, в котором она работает. И сколько она попросила? 40 тысяч, сказала, перечислить, дала мне номер счета. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что это все развод, что все это мошенническая схема? Ну вот как она ушла, я полезла в интернет смотреть эту статью и такой статьи не нашла. Про этих рыбок написано, что они искусственно выведены. Потом начала звонить заводчику, которого рыбок покупают. Он говорит, что нет, он сам их выращивает, что это вас просто развели. Я, конечно, понимаю, что ее не найти и деньги никак не вернуть. Но я просто хочу, чтобы побольше людей узнали о том, что вот такой вот развод есть. Лер, я обязательно сделаю программу на эту тему, но этих людей надо останавливаться. Один раз обманули, второй раз обманули. И если это безнаказанно, начинают расти аппетиты. Поэтому этих людей надо отловить и наказать. Понятно, а как это сделать? Ну вот смотри, когда я запарковался, у тебя вот здесь висят камеры. И наверняка в магазине камеры тоже есть. Да, вся информация с камер приходит и хранится на облачном диске. Сейчас покажу. А ты время помнишь, да? Да, я помню, и даты, и время. Сейчас найду видео. Так, вот, смотрите. Вот непонятно, это такси или на чем она приехала. Машина уезжает. А как она выходит? Есть у тебя такое видео? Вот, да. Ага, как любопытно. А уезжает она на той же машине. Лера, ты можешь мне вот это видео отправить на мой мессенджер? Да, конечно. А я сейчас номер пробью этой машины. У меня тут есть специальная программка. Так, Ульяна. Все отправила. Так, слушай, машина принадлежит некому х**нову Даниле Сергеевичу. Даниле Сергеевичу? Да, а что? Ты знаешь этого человека? Да, конечно. Это мой СММ-менеджер. Он страничку моего магазина в соцсетях ведет. Да ладно, как интересно. А ты его официально на работу принимала? У тебя есть на него какой-то расклад? У меня с ним официальный договор заключен. Паспортные данные есть. Если не сложно, можешь мне переслать? Да, конечно, сейчас пришлю. Так, видео грузится. А вот паспортные данные. Ну вот, а ты говоришь, как искать негодяев. Я думаю, что разыщем. Набери терпение, будут новости, я с тобой смежусь. Да, и у меня одна просьба к тебе. Разумеется, этому Даниле Сергеевичу не слово о нашем разговоре. Хорошо? Да, конечно. Спасибо вам большое. Все, до связи. Да, до свидания. Миша, Миша, выйди на связь. На связь, Влад. Миша, там в общей папке есть видео. На видео подъезжает серенькая машина. Она нас очень интересует. Надо установить за ней наблюдение. Интересует и водитель автомобиля, и девушка-пассажир. Ага, понятно. А намекнировать, где автомобиль перехватить можно? Там же, в общей папке, есть анкета из кадрового отдела. В этой анкете есть паспортные данные водителя. Угу, принято. Все, до связи. Поехали. Ко мне обратилась Валерия. Она владелица зоомагазина. Говорит, вы знаете, что эти рыбки в Красную книгу занесены и вводятся контрабандой. Она сказала перечислить деньги фонда дикой природы, в котором она работает. И сколько она попросила? 40 тысяч, сказала, перечислить, дала мне номер счета. А уезжает она на той же машине. Машина принадлежит некому к***ному Данилу Сергеевичу. Надо установить за ней наблюдение. Интересует и водитель автомобиля, и девушка-пассажир. Слежка за этим Данилой Сергеевичем к***ом дала определенные результаты. Выяснилось следующее. Вот эта девушка из зоомагазина, ее, кстати, Оксана зовут, она очень часто встречается с этим Данилой. И Мише удалось зафиксировать очень интересную встречу в кафе. Короче, это был рынок на Кутузовском. Закупила ящик. Очень похоже на редкий. Статья готова, можем завтра к ней сгонять. Она в кормах вроде бы шарит, да, все понимает. А в животных вообще-то он не ноль. Так что я думаю, она наверняка победила статью. Слушай, ну статью мне скинемся, я хоть должна все посвечать, мне не спирать. А что по бабкам-то? Да с бабками у нее все нормально, поляну пробил. Все у нее есть, она хорошо держится за счет этого. Так что, ну, бизнес, ну, нормальный. Ну вот так, с хозяйкой магазина Ниной Ивановной я уже связался, объяснил, что происходит, рассказал про нашу программу, решала. Она, конечно, немало удивилась, но обещала подыграть и даже разрешила поставить камеру скрытого наблюдения. Выяснилась неприятная подробность. Этот Данила Сергеевич, оказывается, тоже у нее работает СММ-менеджером. Представляете? Кто на связи? Я подъехал. Да, Влад, прием. А что происходит? Установили камеру в зоомагазине, но пока ничего интересного не происходит. Кидайте мне трансляцию, хочу подключиться. Принято, отправляю. Так, а вот и наши негодяи пожаловали. Миха, Миха, выйди на связь. На связь, Влад. Как показывает статистика, паренек-то будет тереться где-то рядом. Он девушку высаживает, а потом ее забирает. Так что проследуй за ним и при первой же возможности ластай, тащи в зоомагазин. Как понял? Все, понял, сделаем. Здравствуйте. Вам что-то подсказать? Да, пожалуйста, главное пригласить сюда. Главное я, а? Что вы хотели? Ну, смотрите, это такая ситуация, значит, у вас зовут ящерица. Ящерица, занесенная в красную книгу. Редкая, исчезающий вид и очевидно доставлены контрабанды в ваш магазин. Ну, какая интересная версия. Особо редкий вид вымирающих краснокнижных ящериц. Надо взглянуть. Вы вообще кто такая? Я вообще из Фонда защиты некой природы. Как же никаких редких животных? Я вам сейчас покажу, смотрите. Покажу. Вот здесь есть такая вот ящерица. Смотрите, вот она. У вас точно такая же. И что здесь написано? Что содержание, покупка и продажа таких животных преследуется по закону. К сожалению, придется вызвать полицию, заявить в распрододзор, в прокуратуру заявление и, конечно же, изъять ящерку. Собственно, ну, исчезающий вид. Я не могу себе позволить, чтобы их содержали в таких условиях. А можно это все как-то без полиции решить? По-моему, пора подтягиваться. Нужно ящерку будет на экспертизу, потом тоже отвезти. А чего консору ты что-то просишь? Ящерицу дорогие, просил бы сразу сотку. Нет, подождите, а почему они меня снимают? Я знаю свои права, они имеют права меня снимать. Потому что по Конституции Российской Федерации я могу снимать в общественном месте. Особенно, если я фиксирую право нарушения. Да вы меня снимаете. Меня не нужно снимать какое право нарушения. Я ничего не нарушала. Они меня снимают. Я вас узнала сразу, эту фторософную программу, и вас, Влад, всех узнала. А в чем я вообще виновата? Оксана, ты сейчас дурочка такая наивная. Прямо на камеру скрытого наблюдения только что у директора и хозяина магазина вымогала деньги. 40 тысяч. Это доказать надо, что я ничего не вымогала. Где у меня деньги? Где у меня денег там как нет? Ну хорошо, пойдем другим путем. Я сейчас позвоню Валерии. Это девушка из зоомагазина на улице Комсомольской, у которой ты вымогала 40 тысяч и получила 40 тысяч. Она сейчас приедет, напишет заявление в полицию, и на этом твоя игра закончится. Слушайте, да вы понимаете, на самом деле, ну, я, я, да, ну, было такое, действительно, я просто ей ни при чем. Короче, есть какой-то мужик, он, я не знаю, бандюган какой-то, он меня шантажирует и он меня заставляет вот эти вот все схемы провожать. Мне даже денег ни разу, ну, я их не видела даже никогда. То есть ты не виновата. Ну, понятно, да, не разу, пожалуйста. Я просто, да, мы с ним общаемся, но я не знаю, где он. Миша, Миша, ты этого негодяя взял? Тащи его сюда. Идем. У меня просто, у меня даже денег нет на руках. Нет. Сейчас разберемся с вами негодяем. Мало ничего, понимаете? Вот этот, что ли, бандит страшный тебя шантажировал? Да, вот этот вот, но вот он пишет мне постоянно, ну, чтобы я вот этим занималась. Ты что несешь? Мы же вместе были! Я его не знаю, правда. Не знаешь, да? Тут такая вот история незадачливая получилась. Нам удалось зафиксировать видео, как вы тут в кафешечке воркуете. Все у нее есть, она хорошо держится насчет этого. Так что, ну, бизнес, думаю, нормально. Не знаешь ты его, да? Ты что там наговорила на меня? Так, дружочек мой, скажи мне, пожалуйста, ты правша? Да. Каким пальцем распороливаешь смартфон? Татья. Ай, палец сломай! Сменька, встал быстро. Встал! В общем так, дятел, вот по этому номеру сейчас переведешь 40 тысяч. Это девушка Валерия. Вы ее обманули на 40 газарей. Я не могу, Атсана, у меня телефон. Браво. Палец. Палец. Атсана, давайте. Переводи 40 тысяч. Мне палец ломали. А что надо было тебя? По башке погладить? Долги свои вернул, теперь пошел отсюда вон. Бегом! Быстро пошли оба отсюда. Проваливай давай. Ты куда? Да пошел нахуй с твоими херами. Давай, ты нахуй. Спасибо вам огромное, Влад. Вы меня просто спасли. Это не аферисты, даже бандиты какие-то. Нина Ивановна, на самом деле, это вам спасибо. Я, если честно, без вас бы не справился. Ну, так ищи их по Москве с вещей. А тут вот вы помогли, и мы прям взяли их на горячем. Я надеюсь, вам не нужно говорить, что этого негодяя нужно уволить. Пусть он и дистанционно работал. Таких просто гнать надо за шею. Все понятно. Спасибо. Миша, надо камеры снять. Спасибо. Все, ребят, поехали. О, Валерия пишет СМСочку. С благодарностями. Ну, мы же не за благодарность работаем, мы же за справедливость. А вам совет будет очень простой. Если кто-то что-то от вас требует, обвиняет вас в чем-то плохом, да еще и угрожает приездом полиции, знаете что? Соглашайтесь на его условия. Ведь приезд полиции никак не входит в планы мошенника. Так что еще до приезда наряда они куда-то растворятся. Вот как-то так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok